Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнение и комментарии. Вместе с информационной службой редакции «Репортер 73» итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. Словно казни египетские, тучи мошек атакуют Ульяновскую область, тема, о которой на этой неделе трубят в соцсетях, говорим мы и наши коллеги. Тема, которая оказалась настолько острой, что попала на федеральные каналы. Всем интересно, как регион отреагирует на напасть, которая несет не только страдания, но и смерть. Люди удивляются, потравить ее дело с концом. Тем более, что гибель скота и домашних животных уже зафиксирована, а у многих укушенных людей наблюдаются сложнейшие аллергические реакции. Районные власти разводят руками. Природное явление, что сделаешь? Будем изучать популяцию, а через две недели мошка передохнет сама. Что нового и неожиданного преподнесет чиновникам-исследователям хорошо изученный энтомологами вид, решительно непонятно. И как плохо для управленцев, что нельзя ответить также на вопрос, например, о проблемах с водой. Дожди пойдут, вода будет. Об отсутствии лекарств. Выздоровейте, все пройдет. О плохих дорогах. Снег повалит, укатаем. Ближе к пятнице появились сообщения. Мошку заметили в парке Прибрежной и в районе Ишеевского кладбища. Вредитель обкладывает областной центр. Смотрим, во что это может вылиться. А без сетки никак атакует майский бич Сурского района. 75 лет живу в Страдановке. Такого страха никогда не было. Работала в комбинате, туда на выезде. Ходила пешком все время. Мошки были ржаные у нас. Вот рожь цветет, и мошки появляются. В 2021-м нахлынули красноголовые. Раньше обычного и в небывалых объемах. Агрессивными нападками садово-огородные работы поставили на паузу. И даже просто из домов местные стараются не выходить. Чревато. Вот все. И чешется. Тут вот. Вот все чешется. Вот. Вон, вот. Вот они. Вот. Видите? Вчера криком кричала. Ну, это что это такое? Вот видите, как искусство. А если всех показать вам, женщин, и животы, и шеи, и груди, вот везде живых нету. Видите? Это я была еще в сетке. Это под сетку подлазили. А если вот так выйти? Мужчина поехал косить вчера. Его сожрали все, у него как дрожал к телу. Мужчину едва не сожрали. А с крупным рогатым скотом именно так и произошло. Серьезные потери. Ну вот находимся в село Выползово. Здесь 10 крупнорогатых скота. Здесь 8, 9 коров и 1 бык. Одной кормилицей меньше и в Астрадамовке. Несчастье случилось в семье Комаровых. А ведь всего-то на полтора часа выпустили животное на пастбище. Увидел окно. Сейчас не черного цвета, а серого покрыто. И вот побежал и отвязывал. И самого общего облепили так же. Ляжет, встанет, ляжет, встанет. И потом зашли все уже. Голову опрокинул, умерла. Погибло несколько собак, да и прочая живность в мучениях. Это она чешется, да? Ну, накусали вот так все. А не в загородку. Все загородки у меня поломали. Все загрызли и цыпляты к лужку положили. Лес рубят, мошки летят. Именно активной вырубкой и образовавшимися в результате просеками экологи объясняют столь массовое распространение мошек. А вот жара, говорят, ни при чем. Профилактика – это единственное. Не делать рубок, не делать широких просек. Чтобы этот вид не вышел наружу, как говорится, как джин из бутылки. Но меры предупреждающие – это уже на следующий год. А в этом администрация Сурского района к мошкам, что называется, приглядывается. И совместно с Министерством природы и цикличной экономики разрабатывает программу борьбы. Да красноголовые и сами, согласно циклу развития, через 2-3 недели исчезнут. А пока… Вот встал, все, трындец. Они прямо облепляют. Дочь, пошли, они нас едят нахрен сейчас. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. В Якутии на этой неделе власти республики ввели обязательную вакцинацию. Соответствующее распоряжение появилось на официальных интернет-ресурсах. Регион отстает от национального плана по прививке от коронавируса. Похожее положение делает в Ульяновской области. Однако после публикации в СМИ чиновники откатили, заменив в релизах слово «обязательное» на «массовое». У нас же рассматривался вариант отправки на удаленку всех непривитых сотрудников государственных и частных компаний. Изменения планировали прописать в знаменитый уже 19-й указ губернатора. Но не стали. Люди сами должны осознать степень опасности и почувствовать личную ответственность. Предлагаемая норма осталась на уровне рекомендации. И, что еще действительно здорово, поправки гласят. Руководитель может пригласить выездную медбригаду. Привиться без отрыва от производства – хороший вариант защиты. Тему вакцинации продолжит моя коллега Маргарита Матюшинская в материале про безопасность пришкольных лагерей. В английском лагере мы тоже будем с ребятами заниматься и избирательным искусством, и будем делать с ними подделки. Программа на лето в школе номер 48 – разнообразная и нескучная. Мастер-классы, экскурсии, игры. К приему детей готовятся тщательно. В порядок педагоги приводят не только документы, но и свое здоровье. Я уколов не боюсь. Да, сразу решила, что нужно вакцинироваться. Прививку рекомендуют, не навязывают. Большинство педагогов понимают – пару уколов – гарантия безопасности как детей, так и взрослых. Сейчас вокруг очень много заболевающих коронавирусом. И решили, что наша семья должна провакцинироваться. Родители провакцинировались. Я теперь тоже провакцинировалась. Также все наши сотрудники пройдут ПЦР-тест, чтобы к началу оздоровительной кампании быть точно уверенными, что никто из сотрудников не болен никакой инфекцией. Выезжать педагогам никуда не пришлось. Укол с доставкой. В регионе работает 31 выездная бригада. И медики готовы приехать на любое предприятие провести вакцинацию. Даже небольшая компания может рассчитывать на такую услугу. Принимает на прививку в 43 поликлиниках и торговых центрах. По расчетам Роспотребнадзора необходимый порог вакцинации для разрыва цепочки, соответственно, передачи заболеваний коронавирусной инфекцией составляет 60%. С понедельника в Ульяновской области муссируют слухи об ужесточении губернаторского указа номер 19. Не привитых на удаленку, отказавшихся от такой формы работы и укола увольнять. Но работу сохранят все и дистанционно будут работать по желанию. Обязательными, как и прежде, остаются только маски, перчатки, обработка рук при входе в здание. Естественно, вся вакцинация будет проводиться только при получении добровольного информированного согласия гражданина. Насильно никто никого прививать не будет. В то же время врачи напоминают о важности процедуры. Личная ответственность – общий иммунитет, который и поможет побороть невидимого врага. Вакцинация от коронавирусной инфекции является важнейшим звеном нашей специфической профилактики. Является нашим орудием для борьбы с пандемией. Избежать последствий, сохранить здоровье, а порой и жизнь помогут три препарата. На выбор. За последнее время в области вакцинировались более 100 тысяч человек. Заболеваемость стала снижаться. В день фиксируется 80 случаев заражения вместо прежних 100. И сохранить позитивную динамику в наших силах. Достучаться в соцсетях. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области призывает каждого из нас активно сообщать о своих проблемах, обращаясь к нему лично. Чиновникам поставлена простая задача. Услышать чаяния народные в мессенджерах и соцсетях, раз уж иначе никак не выходит, и не просто услышать, но и отреагировать. Для тех, кто не знает, как вести себя с теми, кто тебя выбрал, или теми, чьи интересы ты назначен защищать, Алексей Русских дал мастер-класс на встречах с обратившимися к нему жителями Ульяновской области. Вопросы из копилки народного терпения, подсветка реального положения дел в регионе. Одна сторона – дорожные карты и отчеты чиновников на обороте наболевшие. То, что требует пристального внимания давно, а решение – как можно скорее. Труднодоступные места незачем искать в отдаленных от областного центра районах. Проблема намного ближе. Достаточно отправиться в станцию Лаишевка. Ремонта дорог не было. Это примерно с 72-го года. Представляете, какое состояние? Ну, я представляю, с 72-го года. Не ремонтировали? Не ремонтировали, никогда. Заезда у нас уже практически нет. По нашим дорогам возят детей в соседний поселок Тимирязевский. Обращения к муниципальным властям тонули в ворохе других насущных задач Ульяновского района. На ремонт единственного школьного маршрута по предварительным подсчетам потребуется 10 миллионов. Я дам соответствующие поручения и главе района, и министру профильному. Наверное, разойдем мы на два этапа. Половину сделаем в этом году и половину в следующем году, в связи с тем, что сумма довольно-таки немаленькая. Но приведем в порядок. Вопросы к безопасности есть и у жителей региональной столицы. Как отпускать детей во двор, если горка, качели, турники разменяли пятый десяток лет, а обновление детской площадки осталось красивым предвыборным обещанием депутата. Ничего сделано не было. По поводу заброшек. Вот Сергей Сергеевич вчера приезжал, да, я показывала эти заброшенные здания. Главе города Алексей Русских поручил решить вопрос двора на нижней террасе. Новая площадка должна появиться там не позднее конца июня. При этом не такая, к которой возникнут новые вопросы уже у надзорных органов. Прокуратура Заволжья проверила спортивные площадки, установленные на городские средства в прошлом году. Претензии к соответствию конструкций, требованиям безопасности. От проблем локальных, требующих материальных вложений к ситуациям, когда на кону здоровье. И опять под бюрократическим ударом оказались дети. Те, кому инсулин необходим, как воздух. Я обратилась к заведующей поликлинике по месту жительства, где обслуживается мой ребенок, с заявлением провести врачебную комиссию с целью установления необходимости выписки данного инсулина по торговому номинованию по жизненным показаниям. То есть, как написано в законе. Такому примеру последовали десятки родителей, детей в нашей области. Все мы получили отказы. Профильное министерство отвечает. Препарат нескольких номинований в регионе есть. Часть вопроса обеспечения жизненно необходимыми лекарствами ведомство берет на особый контроль. Каждый из прозвучавших вопросов – маркер заинтересованности должностных лиц в выполнении прямых обязанностей. Алексей Русских потребовал от ответственных чиновников не ждать напоминаний, а оперативно реагировать на текущее положение дел. Каждая неразрешенная ситуация вкупе с другими такими же тормозит развитие всего региона. О чем еще часто много, иногда даже со слезами на глазах, сообщают Алексей Русских, жители области. Об отсутствии нормального водоснабжения. С одной стороны смешно, регион рассечен Куйбышевским водохранилищем. С другой страшно и грустно. Страшно, потому что износ водопроводов во многих селах и деревнях подбирается к 90%. Грустно, а бессилие что-либо сделать. На муниципальном уровне ответить нечего, денег нет. На районном – легкая паника, за что хвататься в первую очередь. На региональном – бодрый отчет профильного министра. В этом году программа повышения качества водоснабжения финансируется как никогда широко. Выделено почти 400 миллионов. На эти деньги подготовит проектно-сметную документацию для реконструкции систем водоснабжения 12 населенных пунктов. На них же завершат строительство 4-х километрового водопровода в Индзе, заменен 14 километров старых сетей в селе Баевка Кузоватовского района и 8 на станции Бряндино-Чердоклинского. Всего в этом году запланирован ремонт 22 водозаборов в 22 населенных пунктах. Замена 43 водонапорных башен и обновление почти 73 километров водопровода в масштабах области. И много, и мало нужно ускориться. Причем не только на периферии, но и в границах областного центра. Владимир Гаврилов продолжит тему. Вода без перебоев. В Кротовке с 31 мая начинается замена 200-метрового водопровода на улице Садовой. В планах этого года и строительство сборного водопровода для увеличения пропускной способности. Сейчас специалисты рассматривают два варианта повышения надежности водоснабжения села. Усиление мощности водозабора или подключение к системе центрального водоснабжения в Баратаевке. А это уже Лаишевка. Совсем недавно здесь из-за аварии без воды остались школа и детский сад. Да, ненадолго. Да, ремонтные бригады успели в максимально сжатые сроки восстановить водоснабжение. Но осадочек остался. В это время у нас случилось сразу три аварии. Они подряд прошли на сетях именно Лаишевских. Поэтому нам пришлось закрывать несколько раз воду, проводить ремонтную работу, снова запускаться. Из-за этого, конечно, всю муть поднялась с трубопроводов. Ситуация послужила катализатором для запуска механизма обновления местных сетей. Построенные хозяйственным способом задолго до того, как села приняли в состав города, сети удивляют наличием крайне изношенных резиновых и асбестовых труб. Я тебе поручаю, первое А, изучить вот этот вопрос и снять напряжение с тем, чтобы по каждому населенному пункту отдельная бригада была, с техникой, с тем, чтобы случилось сразу же, немедленно, в течение двух-трех часов ликвидировать вот этот порыв. Через две недели жду проекта основного для того, чтобы мы в 2022 году заложили эти деньги в городской бюджет с помощью областного бюджета и сняли в 2022 году полностью проблему по селу Лаишевке, по селу Кротовке. Снять напряжение поможет подключение населенных пунктов к сетям городского водоканала. И план уже есть. Глава города поручил в течение двух недель его актуализировать, с тем, чтобы в бюджете следующего года заложить необходимые для его реализации около 80 миллионов рублей. Федеральное внимание приволжским провинциям. Депутат Государственной Думы Владимир Кононов накануне посетил город Атомщиков, где осмотрел несколько производств. Маршрут поездки вошли как градообразующие предприятия, основанные еще в прошлом веке, так и современные, но уже зарекомендовавшие себя качеством опускаемой продукции. Их успехи, планы и неизменно возникающие трудности на пути к новым достижениям стали важным моментом знакомства со вторым по величине городом области. На первом месте люди, отметил столичный гость. Забота об их благополучии – прямая обязанность тех, кто по итогам сентябрьского голосования займет места в Нижней Палате Российского Парламента. Почему же, устроившись в высоких креслах, народные избранники часто забывают о своих предвыборных декларациях? Реплика звучит риторически. Я приехал сюда в Димитровоград не просто на экскурсию, а я просто приехал сюда, потому что здесь есть уникальные предприятия. Одно из таких предприятий – это предприятие, где руководит Сергей Михайлович как генеральный директор и как один из главных собственников. И видно, что здесь все делано по-хозяйски. Уникальные предприятия, известные далеко за пределами региона, ставшие его гордостью и символами. Димитровоград Химаш за 90 лет пережил многое. Но сегодня один из градообразующих заводов в числе лидеров по производству оборудования для различных отраслей промышленности. На переднем плане кадры. Здесь есть собственная кузница профессионалов. Как итог, более трех миллиардов выручки за 2020 год. И около 200 миллионов ежегодных налоговых отчислений в областную казну. Еще одно предприятие – флагман не только областной, но и российской промышленности. Буквально уникальное в своем роде изготавливает вентили для камерных и бескамерных шин. От легковых автомобилей до самолетов. Здесь сегодня работает 207 человек. А основан завод в 1992 году. На мой взгляд, самый лучший показатель. Больше половины коллектива, членов. Стаж более 20 лет. Это показатель стабильности. Стабильность в производстве, технологиях и, самое главное, в людях. Человеческий капитал – самый ценный капитал, который только есть в мире. Так я говорю всегда, что самое импортное современное оборудование превратиться без специалистов, без людей в роду импортного металлолома. Одно дело – начать свое дело в крупном городе с хорошей логистикой и достаточным количеством учебных организаций, готовых поставлять молодых и компетентных специалистов. Другое – стартовать в сложное время в провинции, самим готовить кадры. Отступить здесь некуда. И Димитровградские предприятия – пример того, как без права на ошибку завоевать высоту, закрепиться и не останавливаться на достигнутом. Поддержка федералов для производства в небольших городах – весомое подспорье. Направить финансовый поток в это русло – миссия представителей региона в органах российской власти. Выбор губернаторский, выбор думский. Совсем скоро, уже в сентябре, всем нам придется решать, кто возглавит область и представит 73-й регион в федеральном парламенте. Партийный разогрев же уже начат. К Старой Гвардии, известным политбрендам, лицам, лозунгам добавилась юная кровь. С амбициями, программами, девизами и желанием доказать. У нас есть свои сторонники. Дождемся голосования. Увидите сами. В то же время другие политсилы региона словно легли на дно. И непонятно, то ли ждут указания из центра, как вести себя, как строить отношения с электоратом, на что напирать, чего опасаться, то ли вовсе не намерены впрягаться в предвыбранную ситуацию. Оценим вместе. Далее небольшой политобзор. Более 80 тысяч проголосовавших в Ульяновской области и внутрипартийные скандалы по стране. Праймерис Единой России перед новой каденцией инновационен, голосует онлайн, и бескомпромиссен по внутренней борьбе. Обстановка накаляется и в нашем регионе. Два депутата Госдумы, Марина Беспалова и Владимир Кононов, однопартийцы, но без диалога, тянут праймерис в одном округе, каждый на себя, вплоть до вызова на открытые дебаты. Одна в них сильна, а другому они неинтересны. Праймерис Единороссов смешала и списочников, и одномодатников. Главное, избиратель определит самостоятельно. За принуждения, порицания и не только. Рекомендую вообще не реагировать на какие-то административные понуждения проголосовать заставленного кандидата, а лучше всего сразу сообщайте нам в региональный оргкомитет, мы будем этим горе-руководителям бить по рукам. С этим лучше осторожнее. С учетом размаха понуждений, партия реальных дел может превратиться в партию отбитых рук. Партийная молодежь, активные участники политпроцесса этого года, кто с активным многообещающим интересом. Для нас это возможность узнать, как эта система выстроена, чтобы мы смогли уже в будущем грамотно подходить к предвыборной кампании. А кто и с понятным определением позиции... Это партия власти. Я уже стою в этой партии давно и, соответственно, с ней двигаюсь. ...наблюдают за движениями старших товарищей. Не менее внимательно за ними следят и оппоненты. Рекотделение КПРФ агитирует по старинке. «Все плохо, мы сделаем лучше». И спорит, кто и что раньше придумал. Как это не Навального изобретение, но и бред. Это проумное голосование. Я вот помню, когда еще, наверное, лет 10 назад были выборы в Государственную Думу, и мы ставили материал как раз о рекомендациях, каким образом нужно голосовать. Именно такие рекомендации и были. Вопрос изобретения, это... Вот здесь мы как бы не претендуем. Это вопрос создания специального сайта и размещения на нем информации. Вот этого, конечно, не было. Пока одни бодаются между собой, иные шлифуют советские лозунги. Забрать и поделить. Выдают на новый лад, предлагая раздачу 10 тысяч каждому россиянину ежемесячно. Эти средства есть у нашего государства. И мы их уже посчитали. И мы знаем, где взять эти деньги. Это не какие-то байки и рассказы о том, что вот, вы знаете, вот пришли, поговорили, пообещали и ничего не сделали. Возможно, партийные экономисты все рассчитали, только ни анализа, ни самих расчетов не предоставлено. Не до того. Но довольна сегодня о политике. Тем более, что в регионе есть еще множество интересных тем для детального разбора. Как вам вырубка сосен в левобережной части города под строительство инфекционного детского корпуса городской больницы? Федеральные деньги, огромный проект, социальная значимость – все так. Рассчитано? Оправдано? Стоило ли уничтожать гектара леса? И кто с кем это обсуждал? Общественное слушание в современных реалиях в принципе ни о чем. Их назначают, как правило, в рабочий день, в рабочее время. Там говорят нужные вещи, правильные люди. Кулуарно, тихо. Система дискредитировала себя. Но тут в ситуации с соснами все еще более запутанно. Как оказалось, сами медики были не в курсе преобразований. Так нужен объект или нет? Попытки понять логику принятия решения тщетны. Детская инфекционка работает в северной части Ульяновска. Однако в ее капитальный ремонт вложения не пошли. И рядом не нашли участка для строительства связанного объекта. Детей же лечат в детских больницах. Почему здесь разрыв через район и мост? Лес у центральной городской больницы, а она, напомним, в Заволжье, называли зелеными легкими. И вдруг решили, что можно обойтись без него. Это что? Элементы карательной хирургии в области экологии? Или разрывы связи между головным и спинным мозгом на уровне власти? Павел Петриков в поисках ответа. Новый детский инфекционный корпус на территории действующей больницы появится в первом полугодии 23-го года. Здание в пять этажей будет вмещать до сотни койко мест. Казалось бы, какие могут быть вопросы? Новое детское медучреждение – это всегда хорошо. Однако, мнение медицинского сообщества разделилось. Место выборно противоречивое. Не было никаких общественных слушаний по поводу целесообразности такого строительства. Даже врач, главврач СГБ не знал, что вот это. Он приходит на работу, а там ходят мужики и пилят деревья. То есть, я считаю, такие вопросы надо, во-первых, обсуждать с населением, с депутатами. Давать этому большую общественную огласку. Может быть, люди бы согласились, да, ну раз такое нужное дело, давайте сделаем все. Но когда делается вот так, все исподволь. И дело не только в срубленных соснах. По факту получается, что вместо чистейшего воздуха пациенты в ковидной больнице получат стройку у себя под боком пыль, запахи, шум. Было бы возможно снизить это негативное влияние посредством переноса площадки в более свободное место. Конечно, мы, экологи, выступим за. По мнению экологов, есть реальная опасность нарушения границ, прописанных в порубочном билете. Что зацепит зеленый щит, а это уже скандал федерального уровня. Вопросы есть и у медицинского сообщества. Целесообразность вообще строительства такой клиники – это 16 с лишним тысяч квадратных метров на 100 коек. У нас немножко это в голове не укладывается. По мнению Владимира Малинина, врача с огромным стажем и опытом, в выборном месте нет никакой логики. Детский корпус на территории взрослой больницы – нонсенс. При лечении инфекционных заболеваний неизбежно потребуется консультации разных специалистов – хирургов, травматологов, психиатров, неврологов. Как это будет работать на территории взрослой больницы – неясно. Друзья, давайте все-таки подумаем. Потому что зеленые насаждения, они восстанавливаются, а жизни детей наших, они не восстанавливаются. Соответственно, если встает вопрос, давайте все-таки будем строить нормальный, правильный, современный медицинский центр. В Леновском Минздраве заверили – деревья жалко всем. Но место выбрали не просто так, а по необходимости. При подборе земельного участка в первую очередь рассматривались территории именно лечебных учреждений. Единственное, соответствующее требованиям САМПИНА, находится на территории ЦГКБ. На данный момент получено разрешение на строительство и порубочный билет. Произведена вырубка деревьев, попадающих в зону строительства. Значит, производится ограждение строительной площадки и завозят дорожные плиты для устройства временной дороги. Формируется строительный городок. Для этого завезено пять бытовых вагончиков. На первый этап – оснастка фундамента и строительство подвальных помещений – выделено более 280 миллионов рублей. Распоряжение подписано лично Мишустином. В целом на проекты зарасходуют свыше 2,5 миллиардов рублей. Львиную долю средств в Ульяновск направит федеральная казна – 800 миллионов рублей. Вложат сам регион. Вместо сосен обещают высадить более 5000 различных деревьев, ель, туя, лиственница и те же сосна по всей территории Заволжья. В том числе и на территории самой больницы. 29 мая в Ульяновской области завершится 12-й международный фестиваль теле- и кинопрограмм для семейного просмотра от всей души. Всю неделю ульяновцы смотрели фильмы, официальные премьеры которых еще только состоятся этим летом или даже осенью. Кинофорум посетило два десятка звездных гостей. За фестивальной программой внимательно следила наша съемочная группа. Поскольку кинофестиваль носит имя Валентины Михайловны Леонтьевой, и традиционно ни одна его программа не обходится без вечера памяти тети Вали. На этот раз в областном театре «Кукол», также носящем имя легендарной теледивы, гостем вечера стал Дмитрий Хаустов. В прошлом один из ведущих программы «Спокойной ночи, малыши», ровно четверть века назад сменивший Леонтьеву в компании Хрюши, Степашки, Фили и Каркуши. Я с непривычки даже, ну потому что я же не знал, как с ними общаться, я начал под столом отвечать. То есть мне есть под столом, говорят, ну что, привет, как тебя зовут? Я говорю, меня Дима зовут. Да не надо под столом, мне режиссер говорит, не под стол, не смотри, смотри на кукол. А я не привык, потому что нас же в актерской школе учили, если тебе дают фразу актер из-под стола, ты ему под стол отвечаешь. И для меня, конечно, была такая ломка. Одним из значимых событий конкурсной программы фестиваля стал первый игровой фильм режиссера-документариста Сергея Тютина, в котором одной из ролей сыграл его родной брат-кинозвезда. Пришлось ждать 30 лет, пока мой замечательный брат не мог не пригласить меня в свой первый именно художественный фильм. Он снялся в больше, чем 170 картинах, но ни в одной больше картине он не пел. И вот после того, как он снялся у меня, все-таки и снова запел, ему дали заслуженного артиста. Вот это случилось с фильмом «Крошка», который вот мы представляем на фестивале. Уже завтра жюри решит, достойно ли крошка фестивального приза и какие конкурсные ленты победят еще в четырех главных номинациях. Для зрителей споет Дмитрий Харатьян. И, конечно же, еще раз все вспомнят о Валентине Леонтьевой. Ведь ради этой памяти в том числе и живет уже 12 лет кинофестиваль от всей души. Феномен этой личности уникальный. Она была, наверное, любимой мамой для всех детей нашей страны. И то, что сделала на телевидении Валентина Леонтьева, я думаю, что, наверное, по сегодняшний день никто даже не дотянулся близко. Долгое время к образу женскому немножко ревностно относились, потому что не могли найти такой же, как Валентина Михайловна. Вот по душевности, по доброте. Ярослав Щедров, Сергей Рябухин, репортер 73. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель. Пропусти пешехода. На скорости 60 км в час даже на сухой дороге расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Напомним телефоны. 30-41-73. Ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Скачивайте приложение «Мобильные репортеры». Делайте эфир ярче. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире «Первого мультиплекса». Утром и вечером на ОТР. Увидимся.